здравствуйте дорогие ребята сегодня мы с вами снова встречаемся на уроке китайского языка и с вами мы учителя китайского языка я учитель учебно-воспитательного комплекса школа гимназии номер девяносто пять с изучением китайского языка и маналиева аджар а также воши пиши как курида сио концу сиенда панта лошадь бахтыгули с нами преподаватели института конфуция при бишкекском государственном университете имени карасаева азылова бахтыгуль а также с нами сегодня в гостях наши маленькие гости ученики школы гимназии номер девяносто пять ханатбекова айдеми и марзабеков норхан и так ребята с вами мы сегодня мы с вами на этом уроке пройдем урок номер три тема урока она одета в платье и так на этом уроке мы с вами повторим тему внешность также пройдем новую тему одежды также будем учить новые слова на эту тему и будем читать текст и так ребята урок мы начнем с повторения пройденных слов так айдеми и норхан вы готовы давайте прочитаем пройденные слова а также уроки 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 анъю пейджин пикин шан хай шан хай шан хай шан хай шан хай гтс гтс рост кау-кал высочки ай ай низкий твой твой нога полный шоу худой итак давайте по картинкам сейчас отгадаем пройденные слова значит первое слово посмотрите по картинке друг как бы друг это пейкин ты шанхай шанхай твой нога третий тон кудрявый дай носить носить очки да например очки янчин да янчин носить очки молодцы ребята мы с вами повторили пройденные слова а теперь давайте перейдем к следующему этапу нашего урока сейчас будем учить новые слова шоу сенна итак читаем новые слова Еще раз читаем новые слова. Переходим к следующему слайду. Куртка, шапка, перчатки или варежки, обувь, сандалии. Пи се, кожаная обувь. Еще раз читаем эти слова. Таи, мао зе, шоу тау, се, лян се, пи се. Молодцы, ребята. А теперь давайте посмотрим на экран. Посмотрите, первое слово чу се это кроссовки. Чу это мяч, се это обувь, то есть обувь, которую одевают во время игры с мячом, то есть во время спорта. Чу се, кроссовки. Пожалуйста, сейчас прочитаем пример. Уо хэн си хуан чу си. Уо хэн си хуан чу си. Итак, переведите, ребята. Мне очень нравится носить кроссовки. Молодец. Айди мне, печан хао. Следующее слово. Чэн шан. Чэн шан. Это у нас рубашка. Чэн шан хэн хао кэн. Чэн шэн хэн хао кэн. Эта рубашка очень красивая. Туи, правильно. Следующее слово. Чэн ку. Чэн ку. Это брюки. Чэн шо, гэ гэ дэ чэн ку. Чэн шо, гэ гэ дэ чэн ку. Это брюки моего брата. Туи, это брюки моего брата. Лени чун. Лени чун. Платье. Мэй Мэй Си Хуан Чуан Лени Чун. Мэй Мэй Си Хуан Чуан Лени Чун. Так, переведите. Младшей сестре очень нравится носить платье. Да. Мэй Мэй Си Хуан Чуан носить, одевать на ланце. Следующее слово. Ла Ци. Ла Ци. Это носки. джи шуангвадзе. Это одна пара носков. Молодцы. Тиссю. Это футболка. Таи. Куртка или верхняя одежда. Маузы. Шапка или кепка. Шоу тау. Перчатки. Се. Обувь. Лян се. Сандалии. Пи се. Кожаная обувь. Итак, ребята, мы с вами ознакомились с новыми словами. А теперь давайте вместе прочитаем текст. Хао-де, донси-мэн. Се. Зай. Умэн. И. Чи. Лай. Ду. Кэ. Вэн. Итак, первое предложение. Ся. Хон. Чуан. Чи. Ля. Ни. Чу. Ся. Хон. Чуан. Чи. Ля. Ни. Чу. Итак, это предложение переводится следующим образом. Ся. Хон. Это имя девочки. Ся. Хон. Чуан. Чжи. Одета. Платье. Чуан. Это глагол одевать. Одеть. После глагола ставится глагольная частица джи, которая означает состояние действия. Чуан. Одевать. Чуан. Чжи. Это одета. или быть одетым. То есть действие находится в этом состоянии. Сяо хунг чуан ззи Ле Ни Чунг. Сяо хунг одета в платье. То шан дай ззи мао цзи. То шан дай ззи мао цзи. Следующее предложение. Как переводится? То шан дай ззи мао цзи. Одета шапка. Шапка или шляпа. Мао цзи это и шляпа, и кепка, и шапка. На голове одета шляпа. Дальше. Чао шан чуан ззи мао цзи хэ ляо цзи. А на ногах надеты носки и сандалии. И сандалии. Да, очень хорошо. Молодцы. Следующее предложение. Тянь бинг А на ногах у него кроссовки. Итак, давайте мы с вами еще раз прочитаем этот текст. Итак, повторяем за вактогуль плауши. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Молодцы, ребята. Итак, ребята, мы с вами прочитали текст и перевели. А теперь давайте попробуем ответить на эти вопросы по тексту. Итак, первый вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok. Сяо Хун шан зе шеме. Сяо Хун шан зе шеме. Во что одето Сяо Хун? Сяо Хун шан зе лен е чун. Сяо Хун шан зе лен е чун. Сяо Хун надела што? Одето платье. Дальше. Сяо Хун шан зе шан зе ше ма? У нее не ляная, а туфли. Давайте еще раз прочитаем. Молодцы. Теперь следующие вопросы. Подождите, во что? Одет тембинь. И теперь ответ, пожалуйста. Подождите, во что? Подождите, во что? Сандалии. А если кроссовки, как будет правильно? Чусье. Чусье. Чаошан, чусье, чусье. Да, очень хорошо. Молодцы. Итак, мы с вами ответили на вопросы по тексту. А теперь давайте мы с вами поговорим. Хорошо. Сейчас мы с вами поговорим. Хорошо. Что ты надел сегодня? Что ты надел сегодня? Итак, первое. Учитель сегодня одет во что? Хорошо. Нурхан, ты говоришь. Хорошо. Сюйся. Лоо шы, кинь тен чуан ле. Лоо шы, кинь тен чуан ле. Чуан ле. Чуань шан. Дуи, чан шан. Дуи, чуань шан. Дуи, кинь шан. Хэйчэн хоо. Молодец. Нурхан, ты сегодня穿ла что-то? Я сегодня穿ла ша-шан и ку-зи. Ку-зи. Хорошо, молодцы, ребята. Итак, ребята, мы с вами сегодня прошли тему одежды. Прочитали текст на эту тему, используя новые слова. И сегодня у нас домашнее задание. Нужно выучить эти слова, прочитать текст и пересказать. Итак, ребята, мы с вами не прощаемся. До новой встречи. Спасибо за внимание. Тонсио-мен. Зайджен. Зайджен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова